вы смотрите канал buddy film добрый день я нахожусь в дахабе синайский полуостров и сегодня я буду покупать кошери национальное египетское блюдо тестировать его на вкус и в результате хочу определить в нескольких местах в дахабе где же кошери самый вкусный начинаю я с площади рынка ассала что такое кошери кошери это национальное египетское блюдо история его появления это середина 19 века перемена управление египтом переход от османской империи к протекторату великобритании развитие индустриализации появление новых рабочих мест люди получают рабочие места они работают им нужно кушать им нужно дать дешевую сытную пищу появилась таким образом кошери эта смесь нескольких видов макарон немножко рубленых спагетти меленько жареная вермишель добавляется сюда томатный соус с нутом и поливается уксус на чесночным соусом обязательно присутствует острый соус чили как правило продают кошери уличные торговцы с передвижных тележек и только последнее время это блюдо стало появляться в египетских ресторанах я буду пробовать классические кошери с уличной тележки которая стоит у меня за спиной уличная тележка выглядит вот таким вот образом здесь стоят заготовки под кошери там где находится уже вермишель чечевица возможно немножко риса обязательным элементом является две бутылки одна бутылка желтая с уксус на чесночным соусом и красная бутылка с острым соусом чили в большой кастрюльке нагревается заранее приготовленный томатный соус и имеется поджаренный лучок репчатый до хрустящей корочки и внизу как правило стоит баллончик с газом панкофери вот я заказал себе кошери чечевица вермишель к поливается это все томатным соусом уксус и спайси виду виду я заказал себе среднее количество спайси и сверху посыпается жареным репчатым луком если вы хотите забрать с собой накрывается это крышечкой едят кошери как правило сразу потому что он горячий и лук сверху хрустящий я тоже так люблю делать а не взять его тейки вэй принести домой он там уже остыл лук разлезся то есть не так вкусно поэтому кошери поедаем прямо на месте на площади в ассала пробуем можно было заказать в этом месте чуть острее то есть он получился такой средний острый лук порезанный крупно хрустящий ну среднего размера вкусненький едят кошери ложкой блюдо вегетарианское применяется только растительное масло никаких животных жиров подливка томатный соус готовится из томат пасты помидорного пюре немножко уксуса чеснока одной порции действительно наедаешься на полдня стоимость кошери вас или на сегодняшний день июль семнадцатого года всем фунтов сейчас отдаем свой кошери и следующий тест мы поедем на набережную на лайтхаус где двигается такая же передвижная тележка с кошери и попробуем его на вкус там и сравним где же кошери вкуснее сейчас я нахожусь на машрабе это противоположный район от ассалы в дахабе и здесь есть маленькое кафе в котором готовят кошери и будем пробовать кошери приготовлены именно абсолютно в местном кафе сюда практически не заходят туристы посмотрим как его здесь готовят и сравним его на вкус ну что ж я захожу мне приготовили кошери хозяин кафешки не разрешил снимать внутри фото видео попросил этого не делать я поэтому не имел возможности снять как это готовилось но по свежим следам рассказываю у него заранее приготовлены макарончики различного вида заранее приготовлен жареный лук кольцами в кастрюле находится томатный соус как я уже сказал единственное что он сделал он на сковородке сразу при мне на плите приготовил чесночный соус в этот чесночный соус добавил немножко томатного соуса и отдельно расфасовал мне на вынос макароны присыпанные луком отдельно томатный соус отдельно чесночный соус с томатом и небольшим количеством уксуса я видел он добавлял и на закуску такие жареные лепешки они его называют хлеб жареный во фритюре все это мне было выдано сложено в пакетик и сейчас я тут же буду его есть единственно сяду на берегу моря на свежем воздухе и попробую как это кошери из местного кафе и вот я уже на берегу вместе с принесенным кошери очень популярно на сегодняшний день видео это он бы анбоксинг то есть кто-то что-то открывает из коробки достает всем показываю у нас сегодня анбоксинг кошери которые были куплены буквально пять минут назад в городе в соседнем кафе и так что у нас есть у нас есть острый соус он добавил красного перца и долил туда томатного соуса из кастрюльки разболтал выдал кошери не лил выдал томатный соус для того чтобы можно было кошери поливать самостоятельно и хлебцы вот такие я много попросил не давать потому что я их не ем это жареные лепешки и кошери непосредственно сама порция порция немножко больше чем вмещает стандартная пластиковая ложка которую продаются тележек из меня попросили за этот набор 20 фунтов это чуть практически один евро внутри явно прослеживается чечевица вот она чечевица лучок рожки макароны нута не вижу может быть нут будет в томатном соусе томатном соусе нута нету томатный соус очень вкусный с местными специями острый перец с томатом перец не чили самый обычный красный молотый перчик ну что пробуем и попробовать перемешав его уксус на чесночного соуса нету то есть он приготовил чесночный соус и залил его томатным то есть классической бутылки с чесночным соусом нет по вкусу не сильно отличается от тех кошери которые делают на рынке вас или всем отличие за счет того что чеснок приготовлен сразу на сковородочке сразу чувствуется явно выраженный томатном соусе вкус чеснока такого свежего а вот лук невкусный то есть он такой выжаренный кольцами мне вкус не нравится причем лук жареный синий не репчатый белый а синий он другого вкуса как для меня так кошери на первом месте стоит вкусный хрустящий лучок а уже соус на втором месте я бы сказал что вас или кошери вкуснее и следующая точка где я буду тестировать это все таки найти тележку которая ходит по набережной лайтхауса сегодня ее не было поэтому я доехал до марш рабы я нахожусь на лайтхаусе и здесь уже есть тележечка с кошери и я буду покупать для теста кошери продаваемая на лайтхаусе именно с этой тележки уличная тележка по продаже кошери в дохабе передвижная тележка для кошери тот же набор цена сразу обозначена 10 фунтов ну а вам please one кошери и вот я заказываю себе кошери здесь он достает миду спайси заказываю средние томатный соус с нутом лучок бутылочка с уксусно-чесночным соусом и и спайси средние мой кошери готов я расплачиваюсь thank you very much thank you как я уже говорил кошери нужно есть сразу как только оно куплено и почему потому что сверху остается хрустящий лук и у нас сейчас третий тест завершающий из трех вариантов предложенных кошери в дохабе вариант уличная тележка на лайтхаусе я заказал себе средней степени острого соуса стоит это кошери 10 фунтов пробуем очень вкусно остроты можно было бы заказать как по мне больше то есть нормальная не миду томатный соус с натом очень вкусная вербишель за это кошери повар получает твердую пятерку из пяти возможных и таким образом протестировав три вида кошери уличная тележка на лайтхаусе которая ездит с утра и где-то до обеда уличное кафе на машрабе для местных кошери за 20 фунтов на вынос и кошери которая стоит 7 фунтов в Ассале на рыночной площади стоит тележка из трех предложенных вариантов я рекомендую исключительно кошери из тележки которая ездит по набережной и кушать сразу даже не накрывайте крышечкой купили заказали себе остроту по вашему вкусу и тут же кушаете прекрасный хрустящий лук не синий обжаренный в отличном масле очень вкусно прекрасное ощущение прекрасные вкусовые качества спасибо хозяину кошери на лайтхаусе если мое видео было вам полезно ставьте мне пожалуйста лайк за мою работу и подписывайтесь на мой канал для того чтобы первыми узнавать любые интересные новости спасибо всем до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...